Мы посредники между водой и родственниками потерявшегося человека. Потому что никто, кроме нас, не сможет его доставить из воды. Потому что нет ничего страшнее ожидания и незнания того, где он находится. И, как правило, люди тонут большей частью те, которые умеют плавать. То есть здесь срабатывает самоуверенность, что я доплыву. Не каждый человек сможет с этим справиться, чтобы достать, пойти воду на дно, достать тело. Начало купального сезона в Оренбургской области начался с печальных новостей. Только в июне утонуло 13 человек, из них 4 ребенка. Найти и передать тело помогают спасатели. Всего в аварийной спасательной службе региона работает 5 водолазов. И первый месяц лета у них выдался жарким. Кроме поиска утонувших, они также обследуют пляжи. Как водится? Замечательно. Ничего не видно? Все темно. Много камней. Купаться не рекомендую здесь. Течение. Сигней очень большая. Где-то 2,7 глубина. Вот в том году здесь обследовали, как здесь было в том году и как сейчас? В том году здесь глубина была в середине лета где-то в районе полуметра. Даже лодки не могли спокойно на моторах проходить. Сейчас, как показывает глубиномер, глубина в районе 3 метров. То есть русло реки изменилось очень сильно. Теперь покажет только дальнейшее обследование пляжей. Что находится на дне и вообще разрешено ли будет здесь купаться. Очень много бетонных конструкций, которые разрушились. И они сейчас лежат как раз-таки на пляже, где в предыдущие годы был основной купальный пляж. Где набережная была, там очень сильно размыло. Глубина достигает 4 метров. Водовороты, арматуры валяются. То есть коряги принесло. И, естественно, смыло бетон именно с самой набережной. То есть там искать был этот человек очень сложно. Но с работой со своей справились. Для того, чтобы стать водолазом, необходимо первоначальное обучение, как на любую рабочую специальность. Оренбургские спасатели учились в водолазных школах страны. То есть отучился я сначала в Самаре. Там водолазная школа есть. И потом уже на повышение квалификации я ездил обучаться еще в Санкт-Петербург. Там есть одна из лучших школ в России. Там был полноценный курс. Мы там несколько месяцев обучались. Ну, теория. В основном практика, также медицина. Какие-то ситуации, которые могут произойти в воде. Сдавать экзамен самое сложное. Начинаешь бояться. То есть какие-то действия неправильные делаешь. Но самое главное – собраться. В прошлом году сформировался акукорпус Оренспас. Там мы также под руководством аварийно-спасательной службы. Самарская школа водолазов получили квалификацию водолаза. И приходили, так скажем, на помощь водолазам аварийно-спасательной службы. Потому что всего 5 человек на области. И они физически не успевали реагировать на 3-4 заявки одновременно. Работали совместно с ними. В прошлом году судьба так сложилась, что получилось именно устроиться в команду водолазов аварийно-спасательной службы. Перед погружением необходимо проверить все снаряжение. Для того, чтобы погрузиться под воду, надеваются свинцовые грузы. В среднем на водолазе 20-25 килограмм свинца. В летний период используется мокрый тип костюма. В остальное время – сухой. Снаряжение тяжелое, поэтому всегда спасателю помогают, чтобы он не тратил силы на экипировку. И доводят его до воды. Но первоначальная подготовка к водолазным спускам осуществляется с самого главного. Это водолаз облачается в гидрокостюм. И первое правило водолаза – это он не уходит и не надевает на себя никакое снаряжение, прежде чем не зафиксируется сигнальным концом. То есть сигнальный конец – это, скажем так, пуповина, через которую осуществляется связь с водолазом. Это его жизнь под водой. Если он отстегнется от конца сигнального, мы не сможем его просто найти под водой. И ошибочное тоже мнение, что в баллонах у нас кислород. Нет, чистым кислородом можно отравиться, если работать на чистом кислороде. Здесь у нас просто забивается в баллоны сжатый воздух, тот же атмосферный, который мы дышим здесь, только под большим давлением. В данный баллон у нас забивается 200 атмосфер, рабочее давление. Баллон объемом 15 литров. Вес его, соответственно, в районе 15-16 килограмм. Когда он заполненный, данного запаса воздуха водолазу хватает при нормальных условиях и размеренном темпе дыхания полтора-два часа нахождения под водой. Сейчас мы можем наблюдать, как водолаз уже непосредственно готовится к спуску. То есть водолаз доставлен на место спуска, обеспечивающий водолаз держит его на сигнальном конце, и спускаем водолаза в воду. Сейчас первым делом будет проведена проверка водолаза на герметичность, чтобы никакие шланги нигде не травили, и не произошел сбой оборудования. Вся связь с водолазом осуществляется посредством сигнального конца, по международным сигналам. Это, как правило, подергивание, потрясывание конца. Водолаз метр за метром обследует донную поверхность. Вот сейчас мы наблюдаем, как водолаз подал сигнал, что он дошел до определенной точки, и ему выдается по метру, иногда и по полметра. И он разворачивается, обследует ту же акваторию, только уже на полметра дальше. Какой он подводный мир области? На этот вопрос точно могут ответить водолазы. Темный и непредсказуемый, особенно после паводка. На ощупь, да, получается, у нас мы работаем галцем, то есть это, можно сказать, поиск специально для поиска людей. То есть выдается метр веревки, и получается, как маятник ходим, чтобы не пропустить человека, который утонул. В Оренбурге водоемы, течение сильное, также неглубокие, ил постоянно поднимается, видимость очень маленькая. Ну, с Акмара, например, там чуть-чуть получше. Ну, опять-таки, зависит от водоемов. Тот же Урал, если брать, не знаю, например, в районе Гая, то есть там вообще видимость хорошая, там можно даже не нырять. Там можно просто ходить в масках, и видно все насквозь. Ну, в районе, ну, как правило, большей частью видимость составляет, там, ну, это максимум, там, полметра. Вот, и, как правило, все уходим полностью в темноте. Самый сложный, скорее всего, наверное, когда ты все-таки достаешь детей маленьких. Вот, ну, да. Потому что, опять-таки, на берегу ждут родители. Как-то, ну, тяжело, в принципе, в таких ситуациях. Для меня работа водолаза – это, скажем так, совмещение приятного с полезным. Я очень давно занимаюсь подводной охотой, как бы весь подводный мир я посмотрел и изнутри, и снаружи. И работа водолаза – это, как бы это грустно не звучало, но мы посредники между водой и родственниками потерявшегося человека. Вот, потому что никто, кроме нас, не сможет его доставить из воды. Когда достаешь человека из воды и видишь то, что родственники, и вот это вот надо пережить именно встречу, когда ты достаешь человека из воды и отдаешь. То есть полиции, естественно, здесь присутствуют родственники. Вот это непередаваемо, как бы, ну, никому не хочу, чтобы кто-то такое испытал. Но мы порой по дну проходим сотни метров, чтобы дать возможность проводить последний путь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok